Как вы думаете, что она будет читать? Ну, по крайней мере, она сказала, что готова. Неделю не есть. Понимаете, неделю. Вот это подвиг прямо такой. Неделю она есть не будет, это всё. И живот уходи, так сказать. Поэтому я думаю, что она может даже, если я ей дам какое-то обращение, может быть, она его и будет повторять. Но представьте себе, что если, ну, я не знаю, можно ещё какую-то, по идее, придумать вообще из какой-то другой, переформатировать заклинание в то, чтобы живот убирался. Может быть, ну, даже если просто будет убираться, то тогда она станет аналогом чёрной дыры, которая будет жрать, 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 жрать. Имея, допустим, на это деньги, она будет это делать. Но, как бы... И не особо я была решена, что она будет бы сейчас сидеть на унитазе. Ну, и это... Чтоб живот пропадал. Ну, то есть, это вообще не то. Даже если, с какой бы стороны эту мантру не создать, даже если, к примеру, и проблему с унитазом как-то ликвидировать, так составить заклинание, чтобы у неё жир исчезал куда-то там, не знаю, просто рассасывался, превращался в воздух. Но всё равно, получается, она будет расходовать пищу, расходовать пищу, и для других будет примером, что можно жрать как трактор, и при этом живот будет уходить. То есть, с какой бы стороны к этому не подойти, так, как она хочет, это и нельзя, и этого нету, и даже если это придумать, то всё равно лучше этого не придумывать. Это первое, как бы, что мне потом, вот я с ней поговорил, я ей чётко сказал, что нужно просто нормально питаться, и живот тогда сам не заведётся. Потому что, ну, вы же понимаете, это точно, это так, и это... Ну, я уже удостоверялась. Однозначно. Дуже. Особливо, когда я перестала готувати. Дальше, уже когда я ушёл, и в транспорте это самое, я думаю, а вот если бы пришлось, как бы можно было бы такую мантру создать, или такое заклинание создать? Мне вспомнилось заклинание насчёт бородавок. Я понимаю, что можно там заменить несколько слов, и, как бы, приделать его к животу, образно говоря. Ну, представьте, если у неё там, не знаю, вот так обрежется весь живот, и останется голый глаз. Ну, заклинание, и какие принципы её дают? Ну, прямой. Стимулировать отпадение бородавок. Ну, это же оно, где-то вертание до кого-то, или как-то, или... Ну, а до кого? Оно не обращается конкретно к какому-то из богов, оно обращается, как бы, к сомму богов, которые заведуют человеческим здоровьем. Оно так построено, что... Ну, это... Это сложно, это отдельная история. Как это, с чем это сравнить? Ну, даже, вот, к примеру, если вы обращаетесь, там, не знаю, к министерству какому-то, вы же не обращаетесь конкретно к министру, а там уже кто рассмотрит ваше обращение, так же же. Вот здесь можно некую аналогию провести. Больше того, здесь всё зависит от формулы. Если чётко, правильно формулу произносить, то действие будет. И только, вот, я не знаю, если, к примеру, представить, то как бы это боги осуществили? Ну, а лишь бы сказали, что... Настал бы некроз ткани, или просто отвалилось бы, или как? Или, может быть, что-то бы случилось, что на неё что-то бы упало и отрезало. Вот, я даже не знаю. А лишь бы сказали, что... Это законы для бородавок, они для тех, кто проходит все обряды. Конечно. Они уже тодичь животом, у нас тоже нет обрядов. Так я же ещё вам сказал, что есть способ, как прикрутить к обычному человеку данную систему. Просто, вот, как, допустим, регистрируясь в интернете, там, в гугле, человек, который регистрируется в гугле, он сразу же, как бы, получает возможность пользоваться и ютюбом, и там, функциями гугл-почты, и социальных сетей гугла, и так далее, и почтой гугла. То есть, ну, как бы, получает все возможности гугла. Так же? Вот так же и если человек по ведическим канонам проходит обряды, которые там, обряд при рождении, обряд при взрослении, обряд при женитьбе, там, ну, все обряды жизненные, если человек их проходит, то он имеет право активировать разные функции. В частности, это обращение к сонному богу, которые отвечают за здоровье и существование человеческого тела. это если нормально, но есть способ, как прикрутить к хрюшке данную систему. Есть способ такой. Сложный, глючный, но теоретически представить можно. Так что, теоретически, не все так плохо. Ну, или все еще хуже. Можно будет так и так. Смотря с какой стороны к этому подходить. Ну, просто я, как бы, относительно бородавок, бородавка должна отсохнуть. Относительно живота, как бы это осуществилось. Просто интересно, с одной стороны. С другой стороны, скорее всего, это было бы связано с муками, страданиями, криками, оплями и чем-то таким. Поэтому лучше естественным путем не зарабатывать живот. Чем готовы искать заклинания? Чтобы его избавиться. У меня тоже была одна проблема, и она решилась, потому что я обратилась. Но тоже с такими деякими болючими местами. Я поняла, что это, напевно, надея, после моего сбернания, когда сгорталась. Потому что... Ну, потому что она сама не понимает. Она у меня заказывала мантру, чтобы исчез живот. Понимаете? Ну, она просто сама не подумала и не представила, что как бы вот она сидит и берет живот и исчезает. И что такое? Ну, уже она пожертвовала. Это так, не до речи. Нет, просто она не до конца поняла. Она, наверное, все-таки думала, чтобы постепенно как-то исчезли. Ну, так он поступово исчез, если она перестанет ездить в пятину. Ну, а ее такая идея, ну, все же люди едят, и что тогда? Все в ад пойдут. И причем, глючная идея, что вот ад там с чертенышками этими всякими. Вы понимаете, что там не чертенышки вот эти, которые вилками этих грешников таскают. Ну, на каких-то планетах может и так. Но вообще это не в этом идея. Не в масле, не в казанах, не в всей этой кухонной утвари. А идея в том, что в каком-то смысле мучение через кухонную утварь может даже осуществляться на этой планете, когда нынешний человек в следующей жизни воплощается в теле животного. И может быть даже не черти вот этими с рожками, а его же родственники будут его жарить на сковородке. И вкушать. Ну да. А на какой-то планете, ну вообще как бы не обязательно, что именно вот черти будут именно жарить. Может быть любая возможность развития ситуации, но в любом случае человек будет мучиться. И как бы отчасти она уже и здесь мучается. Ей даже не надо ждать чертёнышей вот этих. Она вот как бы думать не хочет. Больше того, вот эта личная идея, что она мне рассказала, что пару лет назад приезжал Волхов какой-то. И причём, понимаете, она с одной стороны так, ну вот Волхов приезжал, там, не знаю, что она себе нафантазировала с этим, что Волхов. Ну и Волхов, ну и что дальше. И что с того, что Волхов как бы. Больше того, вы же знаете, что Волхвы это вообще далеко не высшие из жрецов. Да и к тому же, как бы, а проверила ли она, является ли это существо хотя бы Волхвом или обычной хрюшкой, которая просто так называлась. Ведь она даже не проверила, является ли это Волхвом, по сути дела. А с другой стороны, ну даже если и Волхв, ну и что? Что она думала, что он ей за пару часов раскроет все тайны ведической традиции, или что? А когда она такая говорит, что нет, вот она там послушала, но всё это прошлое, всё это уже неинтересно, сейчас уже новое время, то есть сама не поняла про что, сама не поняла о чём, и сама не поняла, что сама не поняла ничего, короче, да, поэтому вот во всех таких случаях я верю, что главное исполнять наставление Вед, девять основ духовного развития, наставление Аум Арасии, в частности, вот наставление Аум Арасии, какой люди и мыслите, это, наверное, одно из самых вообще главных, потому что большинство таких проблем из того, что люди не хотят мыслить, как вот вы рассказываете, что дочка говорит, что телегония это уже раньше было, то есть понимаете, она даже и не понимает, какую глупость она говорит, какая телегония раньше была, кого с кем, ведь телегония это биологический процесс, который осуществляется, вот как она осуществляется сейчас там или в будущем, так она и осуществляется. Базовый закон, на котором базируется все. Ну не все, но по крайней мере, аспект передачи генетических образов именно так. Именно телегония, и есть много других законов, которые именно на каких термается жизнь. Люди, во-первых, они не понимают, потому что современные государственные законы, они не основаны на Вселенной, и многие из них думают, а вот как в государстве были старые законы, стали новые, так и в природе, там были старые законы, что вот должна быть семья, должно быть так вот все по Библии, а теперь новые законы, что там свободный секс, секс по дружбе, там жрем гамбургеры и вздыхаем, так сказать, от радости. Хотя это тоже показывает, что они даже не думают и не понимают, насколько глючные глупости они воспроизводят. Поэтому возвращаемся все-таки к тому, что именно про Богов вы хотите изучать. Ну я бы хотела больше узнать про Истанбога Ария. Узнать и дизнатись. Дизнатись. Так. Про Арию, про богиню, про его спутницу. Супутницу, а не спутницу. Не треба сражековаться. Ну так будем стараться. Я просто сейчас говорю российское, для того, чтобы там россияне поняли, но все равно сражек хуже еще российского языка. Вы же понимаете, почему сражек вам хуже? Ну, звичайно. Почему? Потому что знищивается правильная мова, знищивается все, что основано на мове. Когда человек разговаривает, она втрачает и корень, и все, втрачает и понимание, и не понимает слова так, как нужно. В принципе, правильно. То есть, смотрите, изначально язык, он был создан богами для людей на основании соответствия звуков и явлений в природе. Изначальный язык, там каждое слово, оно в точности отображает идею, которую обозначает, и является звуковым проявлением этой идеи. И в славянских языках на протяжении многих тысячелетий это сохранилось. Вернее, как в индоевропейском языке, в арийском языке на протяжении многих тысячелетий это сохранялось. Позднее, когда арийская общность как настратическая рассыпалась, это чище всего сохранялось в индоевропейской общности, когда индоевропейская общность рассыпалась, это чище всего сохранялось у тех народов, которые сохраняли ведическую традицию, которая сейчас известна как славянские и балтские народы, по сути дела одни и те же народы. А те, которые в ведах именуются балтами, это те, которые уже вымерли, а те, которые сейчас, это славяне, так что здесь отдельная ещё история. И вот, получается, что в современном украинском искажение шло из-за того, что официальный украинский язык, он является именно вот тем протоязыком, но с дополнением и искажением, потому что он является не чистой, а как бы простолюдинской вот такой вот говоркой на основании, как бы сленгом, но на основании протоязыка. Российский язык также является ветвью славянского языка, но его искажали в угоду того, чтобы там не было видно на ведической сути слов, ещё сильнее, чем украинский, и искажали в угоду того, чтобы он был более похожим на европейские языки. Ну и греки его искажали, как бы, то есть Русь они не могли произносить, они слово Русь превратили в слово Россия, и много других слов так же самого. Очень много слов с удвоёнными согласными, это грекам можно спасибо за это сказать. Но получается что, что сейчас в украинском языке сохранилось много древних корней, и в российском сохранилось, и в белорусском сохранилось. И задача наша, используя современные официальные языки, постепенно перейти на протоязык. Однако, если использовать суржик, в котором нет чистоты образов, нет чистоты слов, то тогда это отбрасывает нас на ступень ещё дальше от цели нашей. То есть, вместо того, чтобы становиться ближе к истокам, мы становимся ещё дальше от истока. И вот суржиковатость языка, она поискажала очень много в языке, когда вместо прямого значения слов стали использоваться какие-то побочные. К примеру, вот слово «вбрання» и слово «вбратость», с которым в украинском языке часто заменяют слово «одяг», то есть одежда, и слово «одягатость», от идеи того, что человек сначала как бы убирает всё лишнее, то есть моется, очищается, а потом одевается. Но как бы из-за смещения значений получилось так. И много есть в языке, когда есть изначально одно значение слово, а его берут и используют к чему-то другому. Тут вот «брання» — это слово… Ну, вообще «брання» означает процесс мытья дословно. Ну, почта, зараз, как разумеется. Ну, вот слово «убирать» лишнее, вот. «Прибирать». Вот в хате прибирать. Это же мы, когда говорим «прибирать хату», мы не говорим, что там стены красить и там обои клеить. Хотя некоторые говорят, что вот в хате там цікавое такое убранство. Хотя, то есть… Ну, хотя убранство, оно тоже не подходит до этого вираза. Ну, да, потому что изначально это как бы… Убранность означает чистоту. Ну, а уже какие-то элементы, которые находятся, значит… Ну, ладно, то есть… Это ещё не настолько сложное. Помните, мы разбирали идею относительно того, как специально враги подменяли идею ухудшения и худобу, то есть идею там поправления и поправиться, как потолстеть. То есть много чего в языке искажено, взяты какие-то боковые значения, приплюснуты к тому, к чему они как бы прямого значения не имеют. И вот как современный сленг является извращением даже современного языка, так, по сути дела, и современный язык является сленгом по отношению к древнему языку. Но если мы, по крайней мере, используем его, получается, мы там на одну ступень дальше от старого языка. А если мы используем то, что на одну ступень дальше от нынешнего, то получается, мы уже на две ступени становимся дальше от старого языка. Поэтому я считаю, что нужно сохранять язык в чистоте во всех смыслах этого слова. Ну, сейчас, с кем не общаешься, все разговариваются на таком Суржикове, что... Та есть... Сама, когда звучание всех этих слов, потому что, если ты помнишь, приходится иногда задуматься, как сказать правильно, что было правильно именно. Ну, он не согласен, потому что язык и украинский, и российский имеют свои закономерности, и понимая эти закономерности, можно вычислить правильную версию. А вот Суржик, он не имеет закономерностей. Суржик, единственная закономерность, это быдлячая гнилостность в мозгах, заеденных селитерами, селитерами существ, которые вот в таком состоянии что-то там бормочат. И зачем воспроизводить это непонятное бормотание? Однако, возвращаясь к богам, ну, что получается, Истанбог – бог истинный. Богиня истина – тоже богиня истины. Управляются ворога четвертью прави, воплощались на земле, являются прародителями Араевычей. Что дальше? Ну, если все знают. Ну вот. Не, ну а что рассказать такое, что вы не знаете? С какой области? Соответствующая стихия – огонь. Соответствующий век – золотой. А Истанбог – богато раз утилился на земле? Множество. Много, многое множество. Ну, по сути дела, как надо, так сразу. А вовине Арина – даже и сестра? Ну, часто воплощалось, тоже в зависимости от того, как было, в каком состоянии народы были, часто воплощалось, да, как сестра-близнец. Иногда воплощалось в какой-то другой семье, иногда даже в другом роду, в другом какой-то версии славянского народа, или кто-то из них воплощался среди арабочей, кто-то среди дровидов. Иногда то так, то так. То есть были всякие эти версии на протяжении всей истории человечества. Что вы читали последнее? Читала последнее я. И что вы читали? И что вы читали? Про что такое вранье вы читали. И что там вы читали интересное? Ну, то, что вранье, то и вранье. И что демон Кривди, ну, его он специально наплодил множество лжей, чтобы люди не могли добраться до истины. Ну, да. Ну, это еще раз, еще один раз прочиталось. И нынешняя цивилизация, она в этом отношении прекрасное доказательство, что именно так. Когда вот есть куча религий, и вот самый страшный глюк, это в мозгах тех, которые говорят, да все правы, каждый по-своему, у всех своя правда там.